Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня о главном. Исторические сооружения Багеша в Западной Армении разрушаются. 100 домов, 100 верб. Поддержка для Арцаха. Интервью со сфилологом Кети Кундукчан. В провинции Хакари Западной Армении сошла лавина. Вышла в свет работа Карена Матосяна, города Ни и его жители. Опубликован календарь фонда изучения армянской архитектуры 2022 года. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Кладоискатели разрушили шестистолетний монастырь чудотворцев в Западной Армении и крепость Кеф периода Араратского царства. Они продолжают разрушать исторические армянские замки и монастыри. Президент Ассоциации активистов озера Ван Эрдоган Озель заявил по этому поводу, что исторически важные сооружения в регионе должны быть защищены. По его словам, к сожалению, ущерб, нанесенный кладоискателями на наших исторических территориях, очень велик. Необходимо повысить уровень осведомленности для сохранения исторических памятников Западной Армении. В начале лета 2021 года общественное телевидение Армении и фонд Арцах Living Foundation совместно запустили проект «Ста домов в Арцахе», целью которого является обеспечение жильем 100 многодетных семей в Арцахе, которые были перемещены и потеряли свои дома в результате 44-дневной войны. Программа предусматривает строительство 100 новых домов возле села Дахра Васкиранского района, примерно в 16 километрах к северу-западу от столицы Арцаха. Строительство нового поселка началось в начале июля. В начале инициативы исполнительный директор общественного телевидения Оганес Мавсисян заверил, что первый дом будет построен с помощью бюджета политической рекламы. Вечером 22 декабря в Ереване в Гранд-отеле прошло мероприятие, посвященное реализации проекта «Сто домов в Арцахе». Были приглашены представители различных структур, руководители общественных организаций, созданных депортированными из Арцаха, частные лица, а также иностранные гости. Лексикограф и филолог Кети Кундакчам представила свою жизнь и деятельность на телевидении Западной Армении. Она упомянула визиты в Западную Армению, начатые вместе с Амвелом Крапетяном компанией по активизации культурной жизни. Армянские школы и колледжи, действующие в Западной Армении, организованное образование данное армянским детям, которое в некоторой степени имеет антиармянский характер. Она также сослалась на разговоры, распространяющиеся среди местных армян, в которых они особенно опасаются турецкого правительства, поскольку разрабатывается новая политика выселения армян из городов. Из-за схода лавины, которая произошла в трех разных точках провинции Хакари Западной Армении, среди жителей поднялась паника. Спасательные отряды поспешили к месту происшествия, где многие автомобили и граждане оказались в безвыходном положении. Отряды дорожно-строительного управления продолжают интенсивные снегоуборочные работы на центральных дорогах. Об этом написано на странице Матена Дарана в Facebook. Вышла в свет работа заместителя директора Матена Дарана по науке Карена Матосяна – город, они и его жители. В истории средневековой Армении они играли исключительно важную роль не только как политический, но и духовный центр страны, но и как главное место для развития городской жизни, экономики, ремесел и торговли, культуры и искусства. Книга состоит из двух частей. Первый посвящен истории и культуре представленной монастыри и крепости Аней. Вторая часть посвящена жителям от членов королевской семьи и знатных семей до представителей большого городского сословия. Отметим, что в 2016 году Аней внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, что повысило к ней интерес. Поэтому новые исследования и представления исторической, культурной, цивилизационной роли Аней, находящиеся в Западной Армении, очень важно. Сообщаем вам, что опубликован календарь Фонда изучения армянской архитектуры 2022 года – чудеса Арцаха. Мы любезно посвящаем его всем подписчикам серии книг «История Армении», а также тем, кто хочет полюбоваться рукотворными чудесами арцахского мира. Адрес Бахрамяна, 24, комната 61. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.